Приветствую на моем канале и это урок о ките, о черепике. Возможно вы это слышали, возможно не слышали, но представьте себе, что вы переключились на веточку стейджинг, предположим. Как я вам говорил, по нашему потоку стейджинг это место, где много задач, которые уже слиты туда. И если мы попробуем стейджинг залить в живую ветку, то мы получим кучу изменений, которые не должны сейчас попасть на живой сервер. Таким образом, именно наша задача будет заблокирована ожиданием всех остальных задач, которые сейчас на стейджинге. А идея наша была следующая, что мы должны двигать их независимо, иметь возможность тестирования и все такое. То есть мы были на стейджинге, создали новую ветку отсюда, назвали ее какой-нибудь PR7, пусть будет PR7. Здесь делали какие-то изменения, например, в футер нам было добавить еще ULLI и тут HOMEPAGE, например. Какая-то такая абстрактная задача. После этого вы берете коммитити. Коммитити PR7 пишите номер задачи. Added links in the footer. Хорошо. Берете коммитити и такой... Как же так? Почему я ее создал со стейджинга? Это очень и очень нехорошо. Вот мой стейджинг. Вот я его создал. Причем... Причем еще даже со старого стейджинга. Ой-ой-ой, думаете. Ой-ой-ой. Как бы теперь сделать? Теперь вы идете на мастер. Предположительно. И думаете, как бы, собственно, сюда эти изменения применить. Правой кнопочкой. Черепик. Оп. И, как видите, у вас эти изменения подтянулись сюда. Так, а тут... Как видите, эти изменения сейчас подтянулись к мастеру. Но не очень хорошо нам было в мастер это делать. Теперь мы... Давайте создадим новую ветку. PR7.Fixed. Вот так вот. Потом мы ее исправим. Создали эту веточку. Терминал. Мы до сих пор на PR7.Fixed. Теперь мы можем взять и закоммититься. Делаем коммит. PR7. Шторм. Будь ко мне, пожалуйста, не такой беспощадный. Вот. Как видите, все тут хорошо. Просто... DefaultChangeList. Что-то нехорошее было. Вот. Делаем коммит. Ох, блин. Как... Гид.Лог. Увидим, что тут было все добавлено. Так. Смотрим version control. И видим, что теперь наше PR7.Fixed хорошо сделано. PR7 сделано из стейджинга. И это ужасно. Нам надо от него избавиться. Нам надо эту бринчу удалить. Так что давайте будем беспощадны. Потому что не очень хорошо, когда вы увидите потом от тех лида замечание, что почему ветка как-то по-другому названа. И они обе есть на сервере. Для этого мы берем... Предположим, что мы случайно взяли и запушили вот эту ветку. Сейчас я перейду на нее. Вот. Мы были на этой ветке. Случайным образом ее запушили. В СС... СС... Пуш. То есть наша ситуация усугубилась до невозможного. Мы только потом заметили, что так все плохо. После этого мы переходим все-таки назад в PR7.Fixes. Идем в PR7 и удаляем ее. PR7 была удалена. То есть теперь у нас, условно говоря, на нашем компьютере нету проблем с PR7. Но PR7Fixes до сих пор это плохое имя ветки. Мы, находясь на PR7Fixes, делаем ее переименование. Оп. И все. Она теперь стала PR7. Ну а теперь давайте попробуем запушить. И нам что-то пишет такое страшное-страшное. Так. Делаем пуш. Она нам сейчас предложит. Пуш был отклонен. Почему? А все очень просто. Одна была создана со стейджинга, другая с мастера. И мы не можем теперь наш пуш навязать серверу. А нет, можем. Для этого у нас есть force push. То есть, находясь в своей ветке, я допустил ошибку. Я ее исправил с помощью черепика. Теперь я делаю force push. И в этом случае, живой сервер получает идеально созданную ветку от мастера. То есть, если вам было что-то непонятно, посмотрите повтор. Как видите, тут уже нету никаких предложений создавать. Я вот тест PR7. Создав его на тот же самый мастер или на тот же самый стейджинг. Вижу эти изменения. Создаю pull request. Мерджу. Я его не буду мерджить. Я его просто создам, чтобы вы могли, если захотите, посмотреть. Просто зайти, посмотрите. Прокомментировать можете. Итак, собственно, мы создали pull request. И он, в принципе, хорош. Как работает черепик? Черепик работает очень просто. Правая кнопочка черепик. Вы находитесь на той ветке, в которой вы хотите получить изменения с какого-то конкретного коммита. Для этого вы переключаетесь на эту ветку. И правой кнопкой на коммитике жмете черепик. Вам автоматически все изменения из этого коммита попадут в ваш коммит. Если вдруг у вас там какая-то нестыковка, и его невозможно состыковать, предложат решить конфликт. Либо, возможно, полностью откажет, скажет, что извините, но оно несовместимо с жизнью, так сказать. И придется потом как-то руками договариваться. Но, как правило, всегда, если все вовремя обнаружено, всегда хватает возможностей это исправить. Так что черепик, это вот такая вишенка здесь нарисована. Нажав на которую, вы получите изменения с какого-то другого, с другой ветки, с другого коммита, в свой коммит. Если по какой-то причине вы захотели сделать черепик, а вы уже все изменения оттуда имеете, вот, например, я вот здесь нахожусь, жму, то он мне говорит, что все изменения уже применены. Тебе не нужно это делать, и гид тебя предостарегает. То есть, ну, по факту не гид, или гид, или, ну, PHP Storm тебе подсказывает. Собственно, это один из базовых наборов механизмов, которые необходимо проводить с гидом, для того, чтобы было получено делать свои задачи и не бояться допускать ошибок. Если вы допустите ошибки, вы знаете, как их устранить. Если у вас есть еще дополнительные каверзные случаи, можете отписаться в комментариях, я допишу видео. Например, может потребоваться видео, связанное с Rebase, но это требуется в очень крайних случаях, очень не рекомендую использовать Rebase. Хотя, есть подходы, когда Rebase используется и считается, что это хорошая практика. Rebase переписывает, ну, то есть, он модифицирует часть истории, и многие считают, что это очень плохо. Мы ни на чем не экономим, ничего не выиграем, а только поддаемся возможности получить очень большую проблему в будущем. Вот, теперь, когда я сделаю Annotate, я вижу список изменений, вижу, в каких, в каким коммитом это все было сделано. И все это не просто так, а все это благодаря Git. В случае, конечно, если вы разрабатываете в одиночку, то вы можете это делать в мастере, просто пишите номер задачи, либо даже без номера задачи, просто дайте адекватные коммиты. Пишите адекватные коммиты, это вам поможет в будущем. Нажав Annotate, вы всегда можете прочитать, зачем это все делалось. Так что, желаю удачи в работе с Git. Подписывайтесь на канал, будут более сложные уроки. Пока!